Все бы ничего, можно было бы долго-долго-долго работать с коммерсантами, показывать их товары и услуги. Но как-то сердце больше лежит к производственникам. В сравнении, Магнитогорский металлургический комбинат – это не сфера моих интересов. Ну, может быть, когда-нибудь, разве что. Мы там в свое время работали. Ну, а теперь люди другие. ТВИН есть. Но в Магнитогорске есть люди, которые делают вещи, из которых потом можно сделать и вот такую красоту, и покруче. То есть фирма «Кровстрой» берет металлкомбинаты и делает из него профиль. И располагается она здесь, на Ленина 126. То есть понятно, да, напротив арены металлург приехали. Так что же сегодня такое профилированный лист, закрытый либо оцинковкой, либо полимерным покрытием? Да, это универсальный и уникальный материал, срок эксплуатации которого, по сути, еще не определен. Да потому, что никто не знает, сколько может прослужить металл-магнитки, защищенный цинком и полимером. Да потому, что новому производству нет еще и 10 лет. Но судя по тому, что автомобили с проката живут больше сотни лет, то на ваш век хватит. Теперь вопрос о том, кому доверять и кто на рынке кто. 95% это перекупы. А мы вам показываем тех, кто делает профилированный лист здесь, в Магнитогорске. А на вопрос, почему такую продукцию не делает комбинат, ответим. Хватит сидеть на дойной корове, пора и самим делами заниматься. У нас ведь и есть младший брат, похоробее нашего, который выпускает автомобили в марках больше, чем любая другая страна. Это мы про Китай, естественно. С Китая, кстати, тоже пруд профлист. И это естественно, его там в 20 раз больше выпускается, да и дешевле. Но торгаш отличается от производственника полным безразличием к качеству продукции. Он тупо продает его, наворачивает и ни за что не отвечает. А завтра из металла торговца он аптекарем станет. Мы работаем с металлом Магнитогорского металлургического комбината, что позволяет держать нам высокий уровень качества нашей продукции. При прокатке, при отштамповке изделия происходит определенное упрочнение, появляются ребра жесткости, что, соответственно, придает изделию достаточную прочность для того, чтобы можно было по ней ходить, выдерживать снеговую нагрузку, осадки и так далее. То есть это еще и великолепный строительный материал, а не только кровля? Конечно, конечно. Наши профили можно использовать для различного назначения. Не обязательно кровля, это могут быть заборы, это могут быть защитные элементы для заборов различного назначения. Это могут быть фасадные элементы, то есть самый широкий спектр применения. Теперь самое интересное. Магнитогорский металлургический комбинат – это в основное прокатное производство, и в свое время мы закатали всю страну. Но время прошло. То есть срок службы, помните, тех еще изделий из ленты, он был достаточно небольшой. Ваш металл сколько прослужит? Наш металл прослужит 50 лет, это минимум. И никаких повреждений, ни коррозии, ничто не подвластно, так сказать. Еще раз напомню, вы имеете дело с людьми, отвечающими за свои слова, а не с перекупами. И мы вам в дальнейшем продемонстрируем чудеса на виражах стальной ленты от конкурентов, которые по сути конкурентами не являются. Да потому что это производство вытеснит остальных. Да потому что здесь могут согнуть индивидуально ваш профиль с точностью до миллиметра. Перепродавцы, которые здесь есть, да, они хлыстами продают. Что дальше потом делать с этими хлыстами? То есть можно ли их резать болгаркой, автогеном? Вообще, я не понимаю, как можно профиль ровно потом порезать. Проще, по-моему, вас заказать? Конечно. Преимущественно при строительстве предпочтительнее заказывать профиль, именно порезанный в размер с резом, который идет у нас на штампе, на гильотинах. Если вы заказываете какой-то стандартный элемент, который у нас представлен на рынках, на всяких, да, чтобы минимизировать, так скажем, сроки поставки, как многие думают, то вы получаете элемент, который, естественно, не будет подходить под ваш проект, под ваше строительство. Вам необходимо будет его обрезать. Чаще всего монтажники, ну, различная квалификация, да, у них. И основной инструмент это болгарка. Что делает болгарка с металлом? Она разогревает металл при резке. Происходит срыв покрытия в месте реза, нагрев покрытия и нарушение целостной структуры покрытия, что впоследствии может привести просто, например, к коррозии. Соответственно, если речь идет о сроках поставки, и вам нужно быстро, мы их можем обеспечить, при этом порезав в размер, в отличие от стандартных изделий, которые вы можете приобрести так же быстро, но на рынке. И вот отсюда поподробнее, для тех, кто привык считать. А научились-то это делать все. Понятно, что кровострой экономит деньги в процессе производства. Металл-то денег стоит, а образь и не нужна. Но образью и браком в итоге может оказаться весь ваш дом и большая часть крыши. То есть немалая сумма того, во что вы влупили деньги, сначала полиняет, отслоившись в результате температурного перегрева, краска и затем проржавеет. Извините, но это правда, гастарбайт строя. Очень важный момент здесь, на что нужно обратить особое внимание. Именно когда происходит монтаж кровли, если он собирается не очень квалифицированными строителями, и происходит повреждение покрытия в процессе монтажа, непосредственно кровли, то со временем, конечно, срок службы может ухудшиться. Что сделать для того, чтобы в процессе монтажа покрытие не нарушалось? Для этого мы покрываем нашу продукцию защитной пленкой, которая удаляется сразу после монтажа. Соответственно, кровля находится в первозданном состоянии. Она будет стоять очень долго. Все делается для того, чтобы исключить возможные царапины до основы металла и защитить его максимально на более долгий срок. Но чтоб понятно было, кровстрой защищает свой качественный товар и от кривых рук. Как это делают производители оргтехники и телефонов? Тонкая полимерная пленка удаляется после окончания работы. И где вы такой вообще видели? И маленький такой нюанс. Если фирма делает полный цикл работы, то по миллиметру сколько можно-то сэкономить? Мы затронули тему строительства. Очень часто люди крысятничают, экономят. Дело в том, что мягкая кровля, казалось бы, дешевле за метраж. Сложить ее сложнее. Мало того, у вас, я так понимаю, целый комплекс работ. То есть мы вам доверяем. Не надо подключать 10 подрядных организаций, в каждой из которых плюс 30, плюс 50 процентов необходимо только, скажем так, на человеческое разгильдейство. То есть реальная экономия, если работать полностью с вами, сколько примерно? Ну, до 100 процентов при грамотном подходе, при монтаже кровяных материалов, посадных материалов, заборных каких-то элементов. Я думаю, что это запросто. Обеспечивается это чем? Во-первых, непосредственно обговариваем нужный размер кровли. Да, то есть рассчитываем кровлю под размер заказчика. Если скаты кровли длинные, соответственно, можно сэкономить где-то на перекрытии. Где это возможно сделать, там можно сэкономить. Если этого невозможно сделать, конечно, мы этого рекомендовать не будем. Есть возможность удешевить конструкцию. Ну, в первую очередь, это, конечно, сроки поставки. То есть у нас прогноз погоды, как правило, адекватный и актуальный дается на три дня. За три дня мы, собственно, делаем кровлю. То есть как раз человек пришел, он планирует, что через три дня у него должна стоять крыша, она у него через три дня будет стоять. И никаких повреждений при осадках не будет. Я считаю, что это тоже своего рода альтернативная экономия. Да, средства. Далее, значит, если мы рассматриваем гибкую кровлю, да, здесь еще какой минус? Вот многие производители анонсировали сейчас, что в кровлю мягкую добавляется такая же керамическая крошка, которая используется в покрытии. Нашим, например, керамик-стелл. Но здесь на что нужно внимание обратить? Все-таки мягкая кровля в основе своей имеет битум. Да, даже если включение и есть керамики, то битум на солнце и на перепадах погоды, на перепадах температуры, конечно, будет очень быстро терять свои свойства. Вот у нас при том, что та же самая керамическая крошка включается в краску, основой у нас является металл. Металл это не битум. Он будет стоять дольше. Да это проверяется-то легко. Газету любую откройте и в гараж в ближайший заедьте. Везде объявят мягкая кровля. Да не панацея-то, это не дешевле. Закрыли крышу и фасады металлом. Сделали это правильно и забыли на десятилетия проблемах. Теперь про эстетику и новинки. Кого-то задолбали стандартные краски. Ну, взять, к примеру, типовые поселки. А я вот не хочу походить на соседа и с высоты птичьего полета тоже. Если я захотел, допустим, сделать оригинальную конструкцию, могу ли я это сделать? То есть есть ли у вас цвета в тон радуги? Да, конечно. У нас большой спектр всех цветов, различный колорит, так что никаких проблем в этом не будет. Вот смотрите. А мне, допустим, надо немного, чтобы мне хватило на баню. Можно это сделать? То есть мне не надо 100 листов. Мне надо 20. Безусловно, вы можете заказать любое количество, любой длины, любое количество, то есть полуметра и предела нет. Есть ли у вас новинки? Потому что даже краска не стоит на месте сейчас. Это совершенно новые технологии. Мы просто удивляемся, что оказывается покрытие может выглядеть свежо и служить очень долго. Да, одно из новинок я могу назвать покрытие Keramic Stealth. В отличие от стандартного полиэстера в краску добавляются керамические гранулы. У данного покрытия в 4 раза выше стойкость к истиранию, чем у стандартного полиэстера. Шероховатость поверхности достаточно для того, чтобы поверхность выглядела матовым цветом. Матовый у нас сейчас цвет входит в моду. Оттенок, так скажем. Матовые оттенки. И данная крыша, конечно, предпочтительный, если люди строят надолго, если хотят, чтобы никаких проблем, так скажем, с царапанием, со снеговым, какой-то нагрузкой не было. То есть данный продукт сейчас у нас есть. Есть у нас образцы. Готовы показать уже изделия. Есть объекты, которые закрыты данным материалом. То есть и с эстетической, и с практической, с точки зрения. Очень хороший материал. У него большие перспективы в нашей стране. Ну вот из истории отношений. Смотрел англоязычное телевидение и немало радовался за то, как американцы реагируют на то, что с ними случается. Ну, к примеру, у них сгорел дом. К примеру, случился лесной пожар. И деревня вся сгорела. Или город маленький. Или смерч прошел. Вы думаете, они там слезами горючими выливаются? Да нет. Страховка. И через некоторое время они опять из той же фанеры сделали себе дом, рассчитанное на эксплуатацию одной семьей. То есть дешевый материал. Поэтому дома в Америке не так дорого стоят. Это раньше перегретый рынок был. Сегодня и сейчас, пожалуйста. Но россияне не могут так жить. То есть россиянину надо построить на 150, может быть, на 200 лет вперед. Из чего строить? Из шлакоблока, пожалуй. Из дешевых материалов тоже. Но рано или поздно атмосферное воздействие и ваш замечательный дом кирдекс. Другой вариант, если дом закрыт металлом. Как сверху, так и с боков. Другое дело, что этот металл сделан в Магнитогорске. А не китайское покрашенное тем еще дядям ерунда. Так вот, куда ехать-то за тем, что вам сделали с точностью до миллиметра? Сюда, на Ленина 126. Прямо напротив арены металлург. И вот посмотрите, да, как из Магнитогорского металла может быть выполнен, пожалуй, лучший ледовый дворец. То же самое можно сказать и о вашем будущем доме.